Добрый вечер. Программа «На справде» вновь в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур и в ближайшие 25 минут мы будем говорить о информационном сопротивлении, о том, что делают наши волонтеры в информационных сетях, в информационной войне. У нас в гостях Екатерина Ирейска, представитель общественной организации «Автомайдан Харьков». Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Организация одна, я понимаю, да, в общем, пойдет речь немножко все-таки о другой организации, с которой вы в последнее время сотрудничаете, по крайней мере, мне об этом известно, из все тех же социальных сетей. Информационный напал называется организация. Вот расскажите, что это за группа, не знаю, сообщество, что это? Это международное волонтерское такое сообщество, куда входит неопределенное количество людей совершенно. Я думаю, что вряд ли кто-то знает и может точно определить, сколько их. Люди, существует оно на принципах секретности, то есть никто друг друга не знает, общение только в интернете, там, шифрование такие, ну, потому что они занимаются реально действиями, которые, ну, наверное, опаснее даже, чем те, которые на фронте. Сейчас половина вот этой современной войны гибридной, она происходит на информационном поле. И так получилось, что вот организатор этого сообщества, он, ну, журналист, он жил в Крыму, испытал на себе все вот это вот, что происходило. Причем я его тогда, я помню, что я его тогда читала. Значит, ну, полная растерянность была у нас, потому что мы не понимали, что происходит. Значит, вот если вы помните, полная растерянность была у средств массовой информации и у правительства нашего. Нет, что происходит, понимали, непонятно было, что с этим делать, да, потому что вот оно, а практики никакой нет. Никакой, да. И вот я помню тогда, ну, вот Дмитрий Тымчук писал, вот появился, и мы тогда вот его читали, да, и вот Рома тоже тогда начал, начал что-то такое, он понял, что он в эпицентре событий, он начал что-то, собирать какие-то материалы, пытаться что-то объяснить, да, там, показать. И его нашел такой же вот парень из Грузии, военный аналитик, значит, и они вот вместе как бы вот организовали такое сообщество и начали, значит, Иракли, он там специалист был уже в военных вопросах, в общем, начали потихонечку эту тему раскручивать. Значит, цель сообщества в том, чтобы собрать доказательства вот агрессии России на территории Украины, ну, и даже шире, наверное, вообще вот, ну, таких вот преступных проявлений российского режима. Это, наверное, уже касается больше, это Крыма касается, если мы говорим преступников? Не только, это Крым, это Донбасс, а теперь проект вышел на международный уровень. А каким образом, получается, вообще есть возможность собрать, я, насколько понимаю, это, да, вот, крымские наши коллеги, насколько они вообще имеют возможность попасть непосредственно на место проведения боевых действий или в тыл, да, вот там, где творятся, как правило, большая часть безобразия творится-то не на передовой, а в тылу, на оккупированной территории. Ну, если волонтеры сообщества, они могут жить где угодно, это интернет-разведка, это асинт-анализ, так называемый анализ открытых баз данных, то есть это совершенно необязательно тебе там быть. Значит, и вообще поначалу именно так вот это всё и развивалось, и я общалась там с ребятами, которые этим вот вовлеклись в это, да, значит, тоже, ну вот, человек хочет что-то сделать, он понимает, ну, каким инструментом он владеет. Потом начинает потихонечку, потихонечку, там, сам пока где-то что-то нашёл, там, проанализировал, там, зацепка какая-то, там, и так далее, и постепенно вот у него, ну, скапливается какой-то материал. Потом они вот нашли друг друга, объединились все в одну организацию, дальше уже пошло как-то всё быстрее. Значит, поначалу и вот основа этого, ну, этой работы, это анализ открытых баз данных. Самое интересное, что что бы вот ни происходило, какие бы скандалы ни происходили, российские военные и вот эти всякие там наёмники и, значит, там, те, кто там террористы, которые там светятся, они не могут существовать просто без того, чтобы это всё показать. То есть это у них, ну, какая-то потребность, наверное, сформированная средствами массовой информации российскими, потому что оттуда льётся постоянно, что вы, там, герои, вы, там, значит, там, за наших дедов, там, и так далее, всякая такая глупость, которая, ну, в общем, у них просто, ну, значит, они это всё начинают публиковать. А дальше, там, фотография на фоне, там, танка, а на танке есть номер. А потом, значит, находится такая же фотография, когда танк, это, там, на территории России едет по направлению к нашей границе и так далее. То есть сейчас уже где-то, ну, вторая сотня эпизодов, которые вот рассмотрены информно-палмом, это, ну, те эпизоды, в которых доказывается, значит, участие России в конфликте на Донбассе. А насколько, я прошу прощения, насколько, опять же, качественны, насколько доказательны, то есть является ли это, в принципе, может ли это служить доказательством в суде, есть прецедент, например, расследования, подобного расследования с малазийским Боингом. Да, да, да. Да, ну, там работа просто колоссальнейшая проделана. Вот здесь такая же примерно работа, причём Белинкат тоже пользовался некоторыми доказательствами, собранными напалмом. Это примерно вот этот, ну, такого же типа проект, скажем так. Потом этот проект стал развиваться больше, потому что, когда ребята стали показывать, ну, какие-то результаты, к ним подтянулись, допустим, с оккупированной территории люди, которые стали поставлять информацию уже целенаправленно. Очень большой интерес проявили, ну, вот международное сообщество, носители языка. Сейчас проект переводится, по-моему, около 20 языков. И, ну, есть такая аналитика, что читают его в профессиональном сообществе. Это в разведке, в смысле имеется в виду, или в журналистике? Да, ну, вот и в журналистике, и в тех органах, которые формируют, скажем так, информацию для своих правительств. Ну, то есть это считается такой объективный, серьёзный источник. А нашему правительству эта информация, насколько интересна и востребована ли? Ну, да есть тоже сотрудничество, конечно. Конечно. Вот. А сейчас вот буквально, по-моему, вчера такое ещё одно событие произошло. Ну, делали такие призывы к российским военнослужащим, что выходите на контакт, значит, вы всё равно как бы участвуете в преступлении. Значит, и вот действительно вышел на контакт один из российских военнослужащих и предоставил ценную информацию. О которой мы пока говорить не имеем права. Нет, она вся в интернете. Да, очень же интересно, что практически всё, что... Вот, все сила в этом, понимаете? То есть не нужно это скрывать, нужно, наоборот, публиковать. Меня всегда удивляло, вот, я в первый раз столкнулся примерно с подобными вещами. Это стоп-фейк. Они, собственно говоря, начинали у нас то, что... Хотя немножко другая направленность была. Они развенчивают ложь, откровенную ложь российских пропагандистов. В прошлом году на слёте волонтёров, который проходил в Харькове, работала платформа, которая посвящена информационной безопасности. Ребята показывали, как они разоблачают. То есть там, ну, реально работа детектива. И при этом они не имеют профессиональной подготовки там следователя или ещё кого-то, там эксперта и так далее. Меня удивляет, откуда это берётся, да. Вот журналист... Ну ладно, военный аналитик, хорошо там стоявший у истоков, это понятно, да, у него профессиональная подготовка есть. Ну, у остальных откуда? Вы тоже этим занимаетесь, да, или... Нет, я не... Вот этим... Я не занимаюсь, я просто с ним... Ну, так получилось, значит, вот ещё один источник информации для этих вот интернет-разведчиков. Это, ну, люди, ну, субъекты фактически вот в этой ситуации. То есть это военные наши, это волонтёры, это там, ну, в общем, носители первичной, скажем так, информации. Вот они начали меня читать в какой-то период времени. Потом оказалось, что я там размещала информацию, которая их тоже интересовала, ну, там списались. Ну, и так, ну, в общем-то, общаемся, дружим в интернете, насколько это можно назвать дружбой, потому что, ну, меня-то они знают, поскольку я ничего себе не скрываю, а я общаюсь, ну, с кем-то, да, там непонятно, кто это. И об этом говорить нельзя, и расспрашивать ни о чём нельзя, там, ни о каких идентифицирующих данных. Поэтому, ну, вот как-то, ну, всё равно общение есть, и мы, там, я с ними советуюсь, там, иногда по каким-то вопросам, в общем. Ну, когда вот у них завязался этот сирийский, скажем так, проект, они просто, ну, попросили меня помочь им эту тему как-то продвинуть. А вы специалист по Сирии? Ну, я просто сделала так, что их прочитала большее количество людей, чем раньше. А, то есть вы, да, я не понял, вы продвигаете публикации. Ну, да. Таким образом, беря на себя, в общем-то, в какой-то степени ответственность за правдивость изложенного. Да, вот то, что вы читаете, вас убеждает, вот, да, вот эти материалы, которые там публикуют. Ну, общаемся мы давно, я пока не заметила никаких тревожных сигналов с этой стороны, Тарас. Во-вторых, правдивость, ну, я, конечно, не могу судить о правдивости этой информации и брать на себя эту ответственность я тоже не могу. Я ссылаюсь на их сайт и, в общем-то, на их уже достаточными суммами. Ну, а в Сирии тоже такая интересная ситуация. Как только там вообще только самые-самые первые какие-то признаки появились того, что вот скоро в России начнется сирийская кампания. Там даже, ну, я бы там еще не понимала, вообще этого не понимала. Значит, вот там парень, с которым я там общаюсь, значит, он говорит, все, сейчас, сейчас я начну заниматься в Сирии. Зачем тебе Сирия? Значит, вот сколько на Украине, там, в Крыму, там, вообще непочатый пласт работы. Да, зачем Сирия? Ты не понимаешь. Ну, вот поняла я потом, потому что, ну, это опять та же самая схема, значит, летчики, которые бомбят сирийские города, попадают в госпитали, попадают в дома мирных граждан. Там, в общем-то, совершенно такая мутная история с этой Сирией. Ну, они продолжают пустить там свои фотографии, там, участвовать в съемках российских вот этих пропагандистских там новостей, там, и так далее. Ну, значит, все, что они выкладывают, причем здесь нет каких-то там тайных там источников, нет, все совершенно открыто, самими выложено. Только единственное, что ребята это находят и просто собирают в одном месте, публикуют. Ну, я, тем не менее, читал о том, что вот таким образом получается, что информ-напаунт сотрудничает или помогает, по крайней мере, террористам, да, вот подставляя, возможно, летчикам. Таким образом? Ну, это ведь собранная непонятно как информация, которая вот так вот подана, особенно с квартирами, адресами, там, и так далее, да? Нет, нет, адресов никаких нет, хотя они находят и адреса, но они это не выкладывают. А информация, еще раз говорю, это открытая информация, они хотят быть известными, они хотят, чтобы мир о них узнал, напомню, только им помогает в этом. Ну, а есть ли какой-то этический кодекс, что называется, есть ли какие-то правила, нормы, не знаю, все-таки информация действительно, которая, ну, в случае, если она окажется ошибочной, непроверенной до конца, она может очень серьезно навредить человеку, да? Ну, во-первых, опять-таки, вот если бы, допустим, ну, кто-то, да, собрал информацию и переслал бы ее тайно террористической организации, это одно дело, да, это действительно так делать нельзя, и никто, ну, на это не идет из нормальных людей, да? А если человек выкладывает о себе информацию в открытых источниках и говорит, вот он я, какой крутой, вот я в Сирии, вот, значит, я на фоне пальмы, вот мой самолет, там, и так далее. И это публикуется совершенно открыто, то, пожалуйста, если, ну, если вы боитесь, то принимайте меры защитные, в чем дело, все, все честно. А это сопровождается какими-либо комментариями, потому что вот та модель, о которой, говорите, да, вот собрана открытая информация и классифицирована, она ведь и с той, условно, стороны, да, она ведь тоже применяется. Вот есть там сайты, которые посвящены украинским фашистам и карателям, да, там вот с именами, паролями, явками, кличками и адресами, но там соответствующая лексика, то есть это понятно, что это, ну, однозначно пропагандистский такой тоже проект работает как-то, там вопросов нет. Нет, здесь профессиональный совершенно, ну, почитайте, профессиональный совершенно такое изложение, доказательное, вот очень напоминает, если читали вот это Беллингкад по Боингу расследование, вот примерно в таком же стиле это делается, каждый вывод сопровождается там фотографиями, там, в общем, так, примерно так. А что касается возможных проблем с властями, помним все прекрасные истории о женщине, позвонившей в украинское посольство, да, и сообщившей о том, что воинская часть там покинула расположение, за это реальный срок как за шпионаж, измена родине и шпионаж, это в России, да, а здесь вот есть ли какие-то, не знаю, проблемы с преследованием? Честно говоря, вот что меня не волнует, это судьба этих людей по отношению к своим властям, пусть они там сами разбираются. Нет, 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 но все-таки занимаются достаточно в такой серьезной работе, да, и сбор материалов, которые имеют, ну... Так, нет, а по отношению к нам, ну, по отношению к нам пока только такие виртуальные угрозы были. Ну, на самом деле, ребята же все засекречены, их попробую найди. Есть специалисты, которые как раз этим и занимаются, насколько я понимаю. Занимаются, пока не нашли. Это только касается российских военнослужащих, вот, то, чем занимается Таймфором Напалм, или в более широком смысле, не знаю, сепаратисты, коллаборационисты и так далее? Ну, те, которые воюют, те, которые совершают преступления против нашего народа, те, которые воюют, да, тоже, конечно же, напалм не следует их. Ну, там, на Донбассе, например, те, кто воюет, конечно. Но это меньшая часть, получается, да, то есть больше все-таки это российские военные? Ну, больше они направлены на российский след. А как реагируют, ну, вот, люди в России, которых нашли, да, которых засветили, что там происходит дальше? Удаляются из странички, это тоже интересно. Это от самого, потому что, значит, потом все странички там шорк-шорк-шорк, стираются фотографии, там, значит, там закрываются профили, там, в общем. Ну, вот у нас была такая же история с майором российской армии Старковым, о котором, ну, так получилось, что я написала первое в интернете. Значит, ну, все помнят, это тот, который привез, там, КАМАЗ боеприпасов на наш блокпост. Который сожалел, что попался и радовался за то, что вам теперь американцы премию дадут, да? Да, 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 это было. Вот, и сразу же исчезла жена из сети, сразу же, вот, ему предоставляли телефон, чтобы он мог связаться с семьей, интернет. Ну, он уже вообще не мог ни с кем связаться, потому что зачистили сразу все. Ну, так они работают. Получается, читают все-таки, да, вот такого рода сайты, такого рода источники. Вы говорите, не следят. Следят, конечно. Я понимаю, что основная часть зашифрована, но вот слово волонтеры предполагает, в нашем понимании, в более широком, слово волонтеры предполагает такое активное сотрудничество с рядовыми гражданами. Есть ли такое, вот такая схема выстроена, то есть, может ли там кто-то, не знаю, есть подозрение, я хочу вам прислать как-то это все. Документы, фотографии. Ну, так вот, например, ну, так, пример, пожалуйста. Значит, я там запостила очередное там, значит, там расследование. Пишет мне человек в комментариях, прямо в открытую в комментариях. Ой, а у меня есть фотографии. Мне когда-то прислал там какой-то там мой друг из России, там фотографии, снятые, ну, еще на российской территории, но уже недалеко от нашего Донбасса, значит, танки. Только я не знаю, зачем они нужны. Значит, ну, размещают у меня несколько фотографий, ну, там тоже с номерами. Я говорю, ну, теперь представьте, если наши вот эти вот интернет-разведчики найдут вот этот танк с этим номером, ну, на территории уже Донбасса, да? Значит, все, что мы доказали. Ой, правда. Ну, фактически мы доказали, что танк с этим номером сюда, вот там, опять же, им пойди докажи. А вот задача разъяснения какой-то не ставится, да? То есть, ну, вот стоп-фейк, они, ну, как бы реально работают именно на то, чтобы разъяснять, да? Вот смотрите, вот анатомия лжи, что называется. Вот они сделали так, а на самом деле это вот здесь, это вот так, это вот так, вот номер. Здесь просто доказываются последовательные эпизоды, что в такое-то время, вот фотография, вот он засветился здесь, там, через два дня, вот фотография, он засветился здесь. Вот такой-то террорист известный на фоне этого же там танка, например, и так далее. Это вот каждый эпизод, это доказательство, да? Оно сейчас может быть и не так востребовано, потому что часть людей понимает, что там происходит. Честно говоря, ну, мне не так нужно это читать, потому что я и так понимаю, что там происходит, да? Часть людей, которые, они все равно, им все равно, у них в голову ничего не вложишь, да, там, это тоже для них не информация. Я считаю, что самое большое значение эта информация будет иметь впереди тогда, когда нас все-таки ждут какие-то суды, я думаю, и вот тогда это все будет уже рассмотрено. Дело в том, что вот то, с чем мы столкнулись с расследованием по Боингу, ну, голландский суд, да, любой суд, он очень процессуально связан, да, там, вот что является, там, что не является, там, в общем, это все, ну, а есть еще вот, допустим, какие-то могут быть общественные слушания, может быть, тот же трибунал, он будет немножко не так процессуально завязан, если он будет специально организован, международный трибунал, да, там, мы все-таки думаем, что он будет. И тогда, в общем-то, это будут доказательства очень серьезные. Вот так же, как Белинкат опубликовала, да, перед самым заседанием вот этого голландского органа, да, значит, и, в общем-то, уже, ну, профессиональному сообществу, не сильно было интересно, что там голландцы скажут, потому что главное было, вот, сказано в этой вот комиссии общественной. Тут как раз можно бы, наверное, поспорить, потому что главное, это то, что скажет суд в итоге, если, когда он будет, будем надеяться, не если, а когда. Да, будет. Хорошо бы как-то, наверное, все-таки знать эти стандарты и работать в соответствии с ними, потому что, ну, на самом деле, реальная ситуация такова, что малейшее несоблюдение, там, процессуальное, несоответствие, да, это может поставить просто крест на той огромной работе, которую ребята проделают. Юристы бы хорошего, международного еще бы в этой компании. Я думаю, что там у них все, пока я не замечаю, чтобы что-то, потому что на каждой там какой-то вот такой вот мое опасение находится достойный ответ. То есть пока у них все нормально. Если говорить о общей базе, вот о количестве собранных фактов участия России на территории Украины в боевых действиях, военных преступлений и так далее, ну и Сирии, наверное, тоже можно туда же. Это о каком количестве примерно идет речь, эпизодов? Ну, я сейчас не помню, там, ну, по-моему, ну, вот я говорю, вторая сотня сейчас уже эпизодов доказанных. Есть список военных частей, военнослужащих, которые засветились в действиях на востоке Украины. Ну, то есть это, ну, это много, это достаточно много. Что ж, спасибо большое, что сегодня были гости и нашей студии, и успехов вам и вашим коллегам, друзьям в этом непростом деле. Ну, надеюсь, что все будет хорошо, и все материалы будут действительно собраны не просто так, а станут в итоге доказательством тех преступлений, которые на самом деле совершаются здесь. Спасибо вам, что были наши гости, спасибо, что смотрели нас сегодня на этом. Все, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»